МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, ребята! Меня зовут Рипалов Татьяна Дмитриевна. Для урока вам нужно подготовить учебник «Русская речь» для седьмого класса. Авторы учебника Анна Пригорский, Эмилия Лука. Тетрадь и ручку. Откройте учебник с обращением авторов, и вы узнаете, чем мы будем заниматься в этом году. Учебник «Русская речь» предлагает вам новые знакомства с интересными рассказами об истории, культуре, стихотворениями, о школе, о семье, о родине, о природе, родного края, о достопримечательностях Молдовы и России. И, конечно, вы узнаете о том, как важно ценить время и как сделать правильный выбор профессии. Посмотрите, пожалуйста, на картинку. Кого вы видите? На картинке мы видим школьников. Как вы думаете, куда идут дети, почему у них в руках цветы? Конечно, дети идут в школу, веселые, и цветы в руках создают праздничное настроение. Как вы думаете, какой это праздник? Правильно, первое сентября – важный день для учеников, начало учебного года. Как вы думаете, о чем мы будем беседовать сегодня на уроке? Конечно, мы будем рассказывать о празднике, о школе. И мы начинаем с вами изучать модуль «Школьные годы». Тема нашего урока – Сергей Михалков «Важный день». Сегодня на уроке мы познакомимся с содержанием стихотворения Сергея Михалкова «Важный день». Правильно прочитаем и произнесем новые слова. Ответим на вопросы по содержанию стихотворения. Поговорим о школе. Мы с вами уже поняли, что первое сентября – это праздник для детей, это радостный день. А по-другому можно сказать – славный день, особый день. Праздник – это особый день, а каждый непраздничный день – это обычный день. Первое сентября – для вас славный, особый день или обычный? Для меня, как для учителя, это особый день, потому что я люблю школу. И главной приметой этого дня – ученики, которые с волнением идут в школу с цветами. А кто еще идет в школу, кроме учеников? Правильно, педагоги. Вы уже учитесь в седьмом классе, значит, вас можно называть семиклассниками. Если это мальчик – семиклассник, а девочка – семиклассница. А все вместе вы – одноклассники. Тот, кто учится в школе на отлично – отличник, а девочка – отличница. Вы уже знаете о первом сентябре, о школе. Давайте вместе прочитаем стихотворение Сергея Михалкова об этом прекрасном дне и увидим, как описывает автор. Следите, пожалуйста, по слайдам. Среди многих воскресений и особых дней в году есть обычный день – осенний, в славном праздничном ряду. По одной простой примете узнаем мы этот день по идущим в школу детям городов и деревень. По веселому волнению на лице учеников, по особому смущению семилетних новичков. И пускай немало славных разных дней в календаре, но один из самых главных – самый первый в сентябре. Мы прочитали с вами стихотворение. Какие молодцы! Давайте вместе ответим на вопросы по содержанию. О каком дне говорится в стихотворении? А важно мне! Первое сентября – день знаний. Это начало учебного года. По каким приметам мы узнаем этот день? Конечно! Мы узнаем этот день по идущим в школу детям. Как вы думаете, почему автор так озаглавил стихотворение? Автор так озаглавил стихотворение, потому что первое сентября для каждого ученика очень важен. Как бы вы озаглавили? Его можно назвать первое сентября или день знаний. Согласны ли вы с утверждением поэта, что один из главных дней в календаре – это первое сентября? Да, я согласна с поэтом, что первое сентября – один из главных дней в календаре. Какие еще праздники вы знаете? Назовите их! День рождения мамы и папы, сестры и брата. Эти праздники очень важны для каждого из нас. У вас, наверное, есть друзья в социальных сетях, которые живут в других городах и селах. Они не знают о вашей школе. Где вы учитесь? Попробуйте сначала рассказать, а потом записать свой рассказ о своей школе. Чтобы составить хорошо и правильно этот рассказ, ответьте на вопросы. Где находится ваша школа? Какая ваша школа? На каком этаже находится кабинет русского языка? Сколько раз в неделю вы изучаете русский язык? Есть ли в вашем классе в этом году новые ученики? Как их зовут? Для этого остановите ролик и выполните задание. Я вам предлагаю свой вариант. Наша школа. Наша школа находится в городе Кишинев. Она светлая и просторная. Школа наша многоэтажная. На школьном дворе спортивный стадион. Кабинет русского языка находится на четвертом этаже. Мы изучаем русский язык два раза в неделю. В этом году у меня в классе два новых одноклассников. Девочку зовут Лучия, а мальчика Сурин. Я думаю, они тоже будут любить нашу школу. Если у вас не получилось рассказать о своей школе, прочитайте мой рассказ. И попробуйте еще раз. Составьте по аналогии свой. Наш урок подходит к концу. Подведем итоги. Сегодня на уроке мы с вами узнали, что 1 сентября является важным днем для школьников. Прочитали стихотворение Сергея Михалкова «Важный день». Ответили на вопросы по содержанию стихотворения. Вместе составили интересный рассказ о школе. Вместе составили интересный рассказ о школе. До свидания, ребята! Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok